Пираты Дальнего Востока и их кодекс. Из цикла «Пиратский бортовой журнал». В морях Индонезии и Малайзии бушевали морские кочевники, пираты-рыбаки, называемые оранглаутами. В средние века их нанимали для защиты своих территорий местные лорды в обмен на коммерческую выгоду. Оранглауты нападали на торговые суда на своих быстрых и маневренных лодках в VII и VIII веке. На территории современного Тайваня пиратские банды свирепствовали в Южно-Китайском море со Средневековья по XIX век. Японские пираты, называемые Вака, с XIV по XVII век нападали на Корейский полуостров, побережье Китая и Японский архипелаг. Среди них особенно выделялась женская фигура, собравшая в те времена мощный флот, которую все называли «Госпожа Джен». В портовом городе Гуанчжоу в небольшом борделе работала проститутка, называвшая себя Сянгу, хотя настоящего ее имени никто не знал. Она родилась в Гуандуне в 1775 году, а в 1801 ее похитил пират Джен из богатой криминальной истории, командующей флотами шести великих пиратских семей. Он предложил ей выйти за него замуж, она согласилась, но поставила ему условие, он должен отдать ей один из флотов и половину своих владений. После замужества бывшую проститутку стали звать Джен и Сао, и в пиратской деятельности мужа она стала принимать самое активное участие. Он прислушивался к советам жены, которая подсказывала ему, как лучше использовать военную силу, в результате чего пиратская чета создала самую настоящую коалицию, ставшую одним из самых мощных во всем Китае пиратских флотов. Его называли «флот Красного флага». 16 ноября 1807 года Джен и погиб во Вьетнаме. Госпожа Джен сразу же позаботилась о том, чтобы добиться признания ее авторитета соперниками, ища поддержки у семьи мужа. В конце концов, она возглавила коалицию. Чтобы иметь всегда под рукой верного человека, она выбрала когда-то захваченного в плен ее мужем сына рыбака Чунг Пацая, ставшего пиратом в 15 лет. Юноша быстро сделал карьеру в коалиции, за что Джен и усыновил его и сделал своим наследником. После смерти мужа госпожа Джен, сделав пасынка своей правой рукой, занялась укреплением их отношений и на интимном уровне. Кодекс пиратов. Став командующей огромным флотом, госпожа Джен установила очень строгий свод законов и требовала его неукоснительного соблюдения. Одним из главных его правил была незамедлительная смертная казнь через обезглавливание за неподчинение приказам и воровству из общественного фонда. Вся добыча предъявлялась для группового досмотра прежде, чем быть поделенной, регистрировалась казначеем и только потом раздавалась капитанам судна. Пираты получали 25% награбленного, а остальное оставалось в общественном фонде для покупки припасов и на случай неудачных экспедиций. Нарушение других правил наказывалось четвертованием, утюгом или поркой. Дезертирам отрезали уши и выставляли их перед экипажем на показ. Кодекс госпожи Джен возымел свое действие, породив силу, которая была неудержима, отчаянна в защите и бесстрашна в нападении, даже при превосходстве численностью. Особые правила предусматривались для женщин-заключенных. По кодексу женщин принято было освобождать из плена, но пиратам разрешалось делать своими наложницами или женами самых красивых пленец при условии, что они будут относиться к ним с уважением и хранить верность. Отношения без разрешения на брак или сожительство строго наказывались. Женщине привязывали к ногам пушечное ядро и сбрасывали ее в море, а пирату отрубали голову. Если пират насиловал женщину без ее согласия, он лишался жизни, а пленницу отпускали. Госпожа Джен считала, что если она будет запрещать свободную любовь на бортах своих кораблей, ее пираты всю накопившуюся энергию будут расходовать в бою. Капитуляция флота Красного Флага Пираты под командованием госпожи Джен обложили поборами и налогами многие прибрежные деревни. Флот Красного Флага не смогли победить ни китайская династия Цин, ни британцы, ни португальский флот. Китайское правительство пыталось уничтожить пиратов, но госпожа Джен всегда грабила и присваивала правительственные корабли. Тогда династия Цин вынуждена была нанять каперов в лице другого пиратского флота, АПТ, некогда союзного с флотом Красного Флага. В 1809 году госпожа Джен и Чунг Пацай потерпели серию поражений от португальцев. В последней битве, 21 января, ее флот сдался врагу. Правительство Цин предложило амнистию всем пиратам, принявшим капитуляцию, с сохранением награбленной добычи, но при условии, что это положит конец их пиратской карьере. Флот Красного Флага считался самым крупным в истории пиратским флотом, у них было более 300 джонок, 1500 кораблей и до 80 тысяч мужчин, женщин и даже детей. После капитуляции лишь 126 человек были казнены и чуть больше 200 пиратов сослали в изгнание. Дав амнистию госпоже Джен, ей оставили 120 кораблей для торговли солью. Она потребовала от правительства признать ее официальной женой Чунг Пацая. В то время в Китае не поощрялись повторные браки, но госпоже Джен сделали исключение. В 1813 году она родила сына Чунг Юлиня, а позже дочь, имя которой неизвестно. В 1822 году муж госпожи Джен погиб в море, а она переехала с детьми в Макао, открыла там и горный дом, но продолжала заниматься торговлей солью. В последние годы, с 1839, госпожа Джен служила военным советником во время борьбы против британцев в Первой опиумной войне. Она умерла в 1844 году в Макао в возрасте 69 лет. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания Жаш Клаб и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.